Текущая ситуация называется с места в карьеру. Вот вы только прибыли в Беларусь для работы, а мы уже пишем большое интервью для главного эфира. Сейчас вы адаптируетесь только к нашей стране, но за время долгой работы в континентальной хоккейной лиге. Вот что помните про Минск? Такая инфраструктура и сам клуб тут может позавидовать любая команда КХЛ. Здесь все на самом высоком уровне. Шикарный дворец, шикарная атмосфера, болельщики. Все есть для работы, чтобы игрок, тренер становились лучше, воплощали в жизнь такие самые высокие достижения. Я сам из Подмосковья и такой у нас знаменитый клуб «Химик» Воскресенск. В советские времена играли и «Динамо Минск», была высшей лиги в то время в советской. Приезжали и в Минск, в советский Минск. И ребенком я приезжал, играли мы с юностью. В общем, самые такие положительные воспоминания. В континентальной хоккейной лиге, согласен, игры через день проходят, но все равно тренировка какая-то одна есть или восстановительные какие-то тренировки мы делали в парке. Здесь пробежки делали и гуляли, с тренерами ходили, общались. В общем-то, здесь самые-самые положительные эмоции. А когда еще приезжаешь, и погода шикарная, когда солнце. Ну, это вообще все значит, знаете, как сложилось. Для вас это будет первый тренерский вызов на международной арене. Как по мне, это удивительно, что это не случилось раньше, потому что вас называют самым успешным тренером и самым опытным тренером в континентальной хоккейной лиге. Горд и счастлив, что сейчас получилось возглавить сборную Беларуси. Для меня это такой реально серьезный вызов и хочется сделать многое всего. Я понимаю всю ту ответственность, те задачи, которые серьезные будут стоять. Но тут надо будет очень трудиться, трудиться, еще раз трудиться. Мы понимаем, что сейчас в непростое время мы немножко изолированы от этого. От международных стартов. Да, да. И рано или поздно это все пройдет, но у нас даже есть время подготовить, сделать хорошую молодежь. И я думаю, что у нас и так есть хорошая команда, потому что очень много ребят играет за рубежом в КХЛ, в других командах. Очень много ребят, мальчишек играет из Беларуси. К вопросу о тепловности, вот с каждой новой победой уменьшается ли стремление к результату? Знаете, наверное, такую вещь скажу. Вообще профессиональный спорт, он такой очень жесток. Что было сегодня, завтра уже все другое. Другой день, другая работа. И ты должен каждый день, каждый день находить себе силы, улучшаться, делать что-то новое, быть лучшим. А это все забывается, понимаете? И это все двигает, двигает, двигает нас вперед. Если ты будешь жить какими-то моментами прошлого, ничего не получится. Ничего реально не получится. Это здорово, что я сейчас получил возможность работать и возглавить сборную команду, команду Минского, Динамо. Это очень здорово. А победы, их же, мне кажется, никогда мало не бывает. Их хочется еще, еще, еще. Последний год вы не тренировали в континентальной хоккейной лиге. Как вы думаете, удалось ли вам за этот год спрогрессировать? Ответ реальный даст время, как мы сработаемся, как мы начнем сезон и как мы его проведем. А то, что, конечно, отдохнул в 14 лет, который работал, наверное, это тот, когда я только начинал, мне бы сказали, вот ты будешь работать все 14 лет, и только потом ты, ну, тренерская работа, она такая очень, очень непростая, да. И я очень счастлив, что проработал это время. Сейчас получил год паузы. И не скрываю, что очень скучал. Очень много гулял, ходил, двигался, анализировал, фитнес ходил, много читал аудио, записи слушал. По психологии, ну, по всем этим моментам. Вот, в общем-то, здесь я люблю читать и спортивную литературу, и очень много о тренерах, там, знаете, вот таких и футбольных, там, ну, разных. И баскетбольных, там, вот, об игроках, фильмы, там, смотришь. Ну, это вот такое есть, это очень интересно, где-то что-то ты подмечаешь. Точно знаю, что вы следили за первым раундом плей-офф против питерского СКА. Вот что скажете. Нет, хорошие игры были, два матча обыграли, все это интересно. Ну, хороший хоккей показывали, особенно в Минске, помню, вот этот, помню, 4-2 обыграли, да. Здесь такая хорошая, яркая игра была. Стали молодые ребята, становятся, и я думаю, что они будут у нас на лидирующих позициях. Местные ребята, это очень важно, потому что, ну, на груди, когда Д, оно, поверьте, для них, для этих ребят, это очень-очень большое подспорье. В последние годы Минская Динамо делаем акцент на белорусских игроков. Насколько вам близка эта система? Я занимался, работал, мы развиваем молодых ребят, я думаю, здесь уже начата эта работа. Здесь есть, эти ребята уже пошли. Хотелось бы, да, у них какая-то цель такая серьезная, может быть, играть в больших командах, может быть, уехать за океан, поиграть, это здорово, это надо. Но я бы хотел, чтобы они уже поехали с формировавшимися, с такими хоккеистами уже, чтобы там приносили какую-то пользу, а не на какую-то перспективу. Потому что я уверен, что здесь, здесь, в этой команде, в нашей команде, вот это будет та перспектива, тот разгон начнется здесь. Вопрос легионеров. Насколько вам нравится трудиться и работать с иностранцами? И какое количество импортов оптимальное должно быть в команде? Если будет у нас очень много белорусов, хороших, будет тогда меньше легионеров, это понятно. Это понятно. Сейчас их будет чуть побольше, но их огромное количество не будет. Понимаете, здесь все равно мы будем полагаться и на наших, и, конечно, брать тех ребят, которые будут помогать команде, будут помогать местным мальчишкам развиваться дальше. Вот такая будет тенденция у нас. Какой будет тренер? Кнут или пряник? Какой подход вам ближе? Это, наверное, у них, наверное, надо будет спросить. Ну, я думаю, у нас такая будет, ну, я, знаете, такую, за хорошую рабочую этику, потому что, понимаете, я считаю, что все они счастливые люди. Понимаете, они всю жизнь, с детства занимались хоккеем и получили возможность зарабатывать хоккеем. Наверное, это то счастье, которое у них с детства идет. И они к работе должны относиться очень-очень профессионально. Вот я считаю, что вот эти вещи мы будем требовать, те там прийти на час, на два, на работу, чтобы они их проводили профессионально. Спасибо вам большое за интервью, очень конструктивный диалог. Спасибо.